200 привел к делу щенка полировка без потери остроты ну вы же знаете что не хватает олег фотографии вашего ножа о котором вы говорите для правши для левши в сайт где вы его нашли людям надо помочь а на следующем вебинаре я с этого начну 200 привела без потери остроты это значит что пусть 12000 знаете все окупается за счет качества хотя цифры донастичных голове так и не хочется у меня городе 7400 рублей нож по макету латинкова сталь 95 на 18 колода это конечно метина но дешево а кто делает если по макету латинкова кто делает сообщайте для этого мы и существуем чтобы менять впечатление кино уже около 20000 уже 20 у вас нож зеленгер старинный город немецкий кузнецов да зеленгер надо сергею сказать беречь как зеницу ока но все еще нужно придется за 20 тысяч покупать если потеряет он так соленгер сожалению не продается в руках сергеев уникальный нож пусть бережет а вот правильно как может от остроты даже зависит передавим мы или аккуратно от торцуем сосуды по которым идет сок вот олег вот вы это понимаете я хочу чтобы я хочу чтобы резал ли бумаги и заминаю правильно вот делаете городский мастер контакты выложим телеграмм если за 1400 рублей то это надо брать я уверен что мастера 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 не станет это это все делать тем более если городичен советует а это наш человек городичен так что давайте контакты ребята давайте тогда к этому нижегородского мастера ладно вот от этого все зависит будет нет прививок нет супер сада есть прививки и лента нужна которую я рекламирую это работа нашего друга Сафронова я посредник вот есть лента есть нож все дальше уже дело техники ну что мы наверно закончили друзья мои наверно на этом все А за это время ватсап копился письма копились жаль что я не имею морального права с вами разбирать частную почту там столько интересного Ой там столько интересного в этой почте вот Ну что будем заканчивать наверное будем заканчивать жалко у нас еще целых 16 минут если вот нашу так сказать регламент соблюдать о чем можно а может быть мы за 16 минут закончим вот эти о прививках А ведь может цветок сюда дошли как мы дошли вот осенние прививки давайте каждого сейчас у нас все время есть вертикальный прикоп вот этих же самых уссурийских грош Знаете почему вертикальный есть две большие разницы яблони и гроши яблони не боятся сырости груши боятся страшно Я когда-то помните я с таким придыханием говорил про Толгарскую красавицу один из лучших шартов лучших один из самых лучших шартов какие можно представить и я я достал Я когда-то дошел эту полузамерзшую уссурийскую грушу здоровенное дерево взрослое я чудом с нее срезал несколько тернков Оно было уже полузамерзшее вот я привил несколько саженцев и какой а мне негде было их садить какой черт меня дерзал взять их выкопать и прикопать как положено по инструкции И весной они все были черные у меня когда накопились такие я тогда начал понимать разницу между яблони и грушами яблони терпят сырость груши вообще не терпят и что вы видите вертикальный прикоп для груш больше меня в это самое капкан меня не загонишь Когда пишут учат и рисуют схему прикопа а вместо мороза возвращается дожди 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 и никто не пишет нельзя груши прикапывать стандартным способом нельзя абрикосы прикапывать стандартным только вертикальный вот он Вот видите я еще успел вам кое-что ценные сказать но если это буду говорить мне надо 1200 вебинаров у меня гигантский материал И как взять и не комментировать как 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 5 месяцев Вот видите вот это дерево да вот это видите а теперь догадайтесь как попала на чурой сайт вот этот кусочек Смотрите помните я возмущением на чужом сайте вот этот кусочек этой фотографии смотрите Поняли да еще раз это виноградов али все это виноват Вот теперь явно ученый вот он вот этот кусочек оказался на чужом сайте но мы это уже проходили Химеры Это интересно знаете Ну и все ладно А у меня время позволяет Приваяю две-три почки То ли тут две то ли три И вдруг с этого момента Поперлись десятки Откуда А почек нет А ветки есть А почек нет А ветки прошли годы Мне в голове укладывалось укладывалось И ведь научили меня ученые Они не поняли что они натворили Господа ученые создали ложное направление Это значит Берут вот эти ветки Размельчили пульпу Поместили питательный раствор А эти клетки То есть пульпа это раздолбленная все Никаких почек ничего Раздолбленная до состояния Как бы сказать то На микрон все раздолблено И вот они Почка Клетка клетка А их там миллионы Они начали давать Ростки Это кстати противоречит Чарду Дарвину Это противоречит Всей мировой науке Которая говорит что это была эволюция Все уже Уже там было В каждой клетке В каждой клетке было дерево И вот ученые назвали это микроклонированием И давай гнать туфту Извините Вот когда пришел практическую площадь Давай гнать туфту А Железов понял по своему Раз это они мне открыли мир Я не знал что в каждой клетке Есть готовое дерево Программа целого дерева С корнями С кроной С будущими Плодами Каждой клетке Не в почке Вот они почки Под каждым листиком Под каждым почка А клетки А их миллиарды Триллионы В одном только дереве И каждый из триллионов имеет И вот не понимая этого Завести в тупик Придумать атеизм Вплоть до того Что Бога нет Потому что А кто мог это сделать Ведь для этого нужно Не миллионы лет Даже не миллиарды Триллионы Триллионы бесконечных лет Чтобы это Стало вот явью И только я когда посмотрел Уже знаю что есть Микроклонирование Ваш покорный Слуга Железов Сделал еще одно Мировое открытие На уровне Понимаете Как она выглядит Эти все Кроме Может быть Одной Вот она центральная Ну максимум две Все они Вылезли из клеток И перед вами Настоящая Химера Но она Ее можно пощупать Ее можно потрогать Может дождаться Плодов Понимаете что Ну разве это не интересно А Разве не интересно Сойти своим путем Не слушать Этих самых Выпустить Те мерязники Которые написали Что это А Железов Генетику изучал Нет не так А металлург Железов Генетику изучал Здорово да А вот Отрезать ветки Боковые Это генетика Уничтожить Законные Ветки Которые Согласно Это генетика Оказывается Вот так мы поменялись Местами Представляете друзья Разве не интересно жить А будем химеры вращивать Кто сказал нет Тишина Значит будем Ну все наверное Ой сколько интересного Комбинированная клетка Вот вам Одновременно И Нормально Полноценное Яблоко А до нее яблоко Это семена Смысл то не то чтобы Извини из изображения Съели Семена И Расставая в это Вот А мы Это означает Что дерево захочет Будет Давать плоды А захочет будет Давать ростки Вот Интересно А еще одна химера Все Заканчиваю А то меня уже понесло Ребята Опять химера Ну как так можно Ну так не должно быть Все 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 Где мы были Будем заканчивать Эх Расставаться жалко Друзья Не забывайте Что Поможете мне Покупая семена Себе поможете И Мне поможете Выжить Вот И может еще какой-то ребенок Мне попадет Детский дом Вот Так что Не жмитесь Речь идет о том Что я вам обещаю За тысячи рублей Прекрасные сады Вот А не за десятки Сотни тысяч Выброшенных денег Такие случаи есть Десятки Сотни тысяч Выброшенных денег До свидания Друзья Спокойной ночи Жаль расставаться Но пора Остановить трансляцию До свидания До свидания До свидания